Бонджорно! Мы с вами в Калабри, в городе Катанзара. Извините за мою речь, у меня заложен нос. И мы идем сейчас смотреть пасхальную процессию, шествие пасхальное, которое называется Нака. Это такое здесь местная пасхальная традиция. И Нака это считается как колыбель Иисуса, можно сказать, что-то вроде того. А как вам все апрель на юге Италии, все в пуховиках, потому что реально холодно. Вот там вот здесь. Иисус. Спасибо. Иисус. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Недавно футбольная команда Города Катанзара впервые за 17 лет Вышла в серию B Всех, конечно же, в городе разорвало от счастья От такого события На главную скульптуру повесили шарфик команды И даже пасхальные яйца были раскрашены В цвета команды Катанзара, небольшой город в Калабрии Построен на холмах И поэтому там очень много дорог В виде мостов Это очень забавно выглядит, потому что Я никогда раньше не видела так много дорог на высоких сваях Вечером мы пошли на ужин в сицилийское бестро И, как видите, даже там висит флаг команды Смотрите, как это Венесли аранцин в Теста Ди Моро Валютация 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 Какая красота Смотрите, какая красота У нас тут в саду белый глицыни Я, кстати, Такой даже особо не видела Обычно она фиолетовая А белый тоже очень красив такой прям навес банджорно вот такая у нас красота тут едут с вами пообщаюсь под белый глициний такой вот садик тут с оливками и вообще много чем еще я короче простудилась очень так неплохо у нас у меня полностью заложен и на самом деле проблем в том что мы приехали пару дней назад из милана в калабрию и здесь холоднее чем в милане я взяла легкую достаточно одежду и я в целом была знаете после путешествия в россию короче такая немножко уставшая и просто здесь оказался такой холод причем и дома и на улице что я простудилась еще больше но ладно будем загорать на солнышке и надеяться что она мне поможет немного а вообще заметила что уже не первый раз когда мы приезжаем почему-то на юге италии в частности в калабрии но не только мы как-то приехали еще в неаполь было холоднее чем в милане причем градусов на 5 наверно сейчас холоднее в калабрии чем в милане и это немножко бесит потому что я как великий оптимист даже взяла с собой купальник но это конечно уже мои проблемы оптимистически до купальника тут еще далеко но все же я не ожидала что мне надо будет опять ходить в шарфе пальто и так далее в самой теплой моей кофте вот еще смотрите как забавно глициня забралась на столб получилось как дерево такой на столбе мы заехали в смотри сколько кошечек мы заехали в питомник за геранями для людо-мара красота здесь малыши растут будущие растения а вот это не знаю что это как это называется но очень красивое растение с такими сиреневыми цветочками серебристым листьями она супер мягкая такой прям как пушок вот Субтитры делал DimaTorzok Мы приехали в Суверату Это здесь городок на море Недалеко от Катанзару Такое самое популярное, можно сказать, курортное место Приехали прогуляться Я... Ну, вверх не жарко Я такая вся одетая, потому что я очень простуженная Но немного хотя бы подышу воздухом Покажу вам набережную Субтитры делал DimaTorzok Смотрите, какое прекрасное, спокойное море сегодня Какой красивый цвет, закатный Смотрите, какие... Тут смешные расписанные деревья в смайликах Давно уже Очень прикольно Веселый Такая форма красивая Скорняем Смотрите, какая милота Там сделали под этими бананами Куча домиков для котов Их туда, видимо, приходят покормить И они там могут спать, играть Прикольно Мы сейчас едем в Бадулату Это такое Борго Такой старинный городок Здесь, в Калабрии Недалеко от Катанзара и Северата И он был, на самом деле, в плохом состоянии Заброшен И потом, несколько лет назад Им занялись датчане Или голландцы Я не помню уже, кто точно Кто-то из Европы Северной И его, можно сказать, вернули к жизни И очень это стало интересно Таким ухоженным местом Красивым И мы любим сюда приезжать на ужин Покажу вам потом лучики Смотрите, как миленько Северной И вы тоже Миленько Я куплю, как мы сюда Мы сюда, в Стоколме Бонжорно Хочу показать, как прекрасно делать чай с видом на лимоны И цветы Смотрите, как красиво там параклона Сегодня у нас пасхальный день но как-то с погодой нам не очень повезло, но в любом случае здесь в саду всегда очень красиво. Я все еще немножко простуженная, пришел прогуляться тут по апельсиновому саду. Сейчас, правда, уже апельсины заканчиваются, но зато они начинают цвести. Очень красиво. Покажу вам. Мы приехали в Людомар, чтобы здесь сделать праздничный обед с семьей моего мужа, потому что его семья живет в Калабри, и мы обычно каждый год приезжаем, чтобы отметить здесь Пасху, Рождество и так далее. Так что покажу вам еще пасхальный наш обед. Мы тут зашли в Людомар сверху посмотреть апартмент. Это все сдается. На самом деле очень удобные апартаменты. Вот с таким балкончиком террасы. Ой, так, тут сетка и какая-то следита. Ладно, я покажу вам так. Там видите вид на апельсиновый сад. Огромный. А вот мы зашли из других апартаментов. Видите, здесь такое кресло прикольное на террасе. И вот такая терраса с шикарным видом. Это все огромный апельсиновый сад. Не знаю там насколько он гектаров, но вид классный. Природа, красота. А там вот море видно. Это все можно снять на лето. Я вам оставлю контакт. Это в Калабри на побережье Ионнического моря. А в Калабри... Ха, как ты? Соли. Вот это, как русский, брус, 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 ковер. Бранканду, ты перешел в ухо? В поску или поску? Поску на Бавенна. Поску. О, не, не, не. С головой, с головой. С головой, с головой. С головой, с головой. Нет, с головой, нет. Какой фонт? А я тоже тайонет. Субтитры сделал DimaTorzok Мы тут вышли немножко погулять по саду Закончился дождь Смотрите, какая красота и простор Не обращайте внимания на моё опухшее лицо Я реально, видимо, из-за простуды как-то вся эта подотекла Здесь даже фрукты есть немножко Это называется Nespoli Такие оранжевые, потом будет фрукт А вот так вот цветут персики, чтобы вы знали Какая красота